Наш первый спикер, Анастасия Умышева, для нас как чистый листок. Мы пока ее не очень хорошо знаем, но Анастасия эксперт в аджайных долгах. И она говорит, что работает не над личным брендом, а на своей основательности в профессиональном обществе. Анастасия, прошу. Знаете, мне очень нравится метафор театра для питания человеческих жизней, и в этом метафоре каждый из нас это зритель и одновременно акцент, который играет множество ролей в своих путешествиях сценариях. Лично бренд для меня это, по сути, театральный маск, который человек надевает, иногда или постоянно приходит. И сегодня цель моей встречи это рассказать нам о себе. Я не буду рассказывать про свою профессиональную деятельность, потому что была припотельная встреча, посвященная джайну, с травмой и патологией. Поэтому я немножко расскажу вам про целую лечение, а именно про экстрим, потому что это такая неотъемная часть моей жизни. И рассказать, если я про эту будущее с жизнью болею, которые это выполняют. Я неплохо катаюсь на сноуборде, каждый год я отправлюсь в эти сборы, я два раза в неделю хожу на складу, каждый раз катаюсь в три все более сложных и опасных трассы, но при этом основная роль, который я думаю, это трусика. Чтобы вы больше поняли, что это персонаж, это сноубордист, который очень аккуратно, обязательно в рамках трассы съезжает на спон, он такой немножко пухненький, потому что на нем не появляется сноубортическая, но еще и южная защита на всякий случай. Он все время притормаживает, потому что впереди может быть потенциально опасно. И лишь чтобы раскрыть внутренний характер веревок, представьте, что вы везете погорев, защите у вас веревка. И тут, около самой вершины, вы понимаете и видите, что есть небольшая потерпность веревки. И с этого момента, до тех пор, пока вы не косметесь с земли, подумаете о том, что ваша жизнь проявляется прямо здесь и сейчас, в этой веревке. И не подумайте, я не все время пробиваю это состояние, но это роль, защите, она на той, как я, знаете, естественно, я так органично в ней. И мои друзья воспринимаются часто у меня через эту жизнь. И это неплохо. Возможно, благодаря ей я до сих пор жива. Но иногда, конечно же, я ухожу, просто, знаете, к страшному, экстремалу, участнику команды. Но это не так естественно. И я подумала, что сейчас для меня, наверное, основная задача расширить свой гардероб этих ролей в образах, которые я проверяю. Чтобы там не было только мои обыденные наряды, такой скромный, пугливый, а хочется больше красок, больше какого-то эпатажа, наверное. И именно поэтому, наверное, я рождаю сюда в том числе, чтобы кордиром ролей, которые я исполняюсь, был шире и ярче. И на самом деле для меня личный бренд – это история про даже какую-то мере ловушку. Знаете, как актер, который сыграл как очень хорошо злодеи, потом он занимается как какой-то лирический герой. Да, он чердонский хорош. То же самое личный бренд. Он же накладывает примечения. И если я такая, то я не могу делать это или что-то другое. Возможно, я даже не хочу это делать, потому что это никак не соответствует со мной. Но я подумала, что, знаете, на самом деле, какая разница, кем я была вчера, сегодня. Ведь гораздо интереснее, кем я буду завтра. И в городе это гражданство. Поэтому, так, что со временем? Я всегда ухладывалась. Тогда друзья, образ мой на сегодня – это отважный, вдохновитель вас на то, чтобы, возможно, отличный бренд позитивно-мощный шуток. Но подумайте, хотите ли вы отцелить в этом образе и прожить свою музыка, прожить свою жизнь, и вести его. Меняйтесь и будьте разными и кайфуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!